А ты тоже молодец, хорошо точишь сосиски. Следующий раунд. Всем привет, ребята! Вы на канале Мальсики Двинс. Сегодня у нас новый челлендж. Угадай, дешевая еда или дорогая? Я ходила в магазин и покупала продукты по паре. Одни дешевые, другие дорогие. И сегодня Гоша с Яриком попробуют угадать, какие же из них какие. Погнали! Ребята, первый продукт у нас кола. Оригинальная и поделка. Ну, так сказать, Кока-Кола и Белокола. Пацаны сейчас попробуют угадать. Вы можете пить, нюхать, все что угодно, но не поднимать купол. И потом в конце скажете, там, например, один это оригинал, а второй это поделка или наоборот. Погнали! Вот, один пахнет как-то послаще, а другой покислее. Пахнет послаще, я думала сладкий, соленый это вкус. Пахнет покислее. Пахнет покислее. Тут слишком много газов. Слишком много газов? А как ты думаешь, в оригинале много газов или нет? Давайте так. Мне кажется, нет. Нет? Нет. Ну-ка. Мне кажется, это оригинал. Такое ощущение, что тут нет газов, на самом деле, когда попал у вас есть. А это Белокола. Мне кажется, один это оригинал, а два это Белокола. Тебе кажется, что один это оригинал? Да. Два это Белокола. А я думаю, наоборот. Ты думаешь, наоборот, да? Два это настоящая кола? Да. А один это подделка, да? В общем, два, он считает, что два оригинал, а он считает, что один оригинал. Ну, челлендж у нас называется дорогая и дешевая. То есть два это дорогая для Гоши, один это дешевая. Да. У Ярика наоборот. Один это дорогая. Ой. Дорогая, два дешевая. Два дешевая. Ну что, моменты истины? Давай. Раз. Два. Три. Один. Поднимай, встань. Я угадала. Ну что, один это настоящая кола, а два это дешевая Белла-кола. А я больше не угадала. Да. Она же сладкая. Ну, в этом раунде победил Ярослав со счетом 1-0. Да. О, даже единичка в честь моего победителя. Кстати, и та, и та, и та, и та Кока-Кола-Ванила, но победил Ярослав. Подвох. Следующий раунд. Ребята, второй раунд. Да. Второй продукт это у нас чипсы. Чипсы Принглс и Бульбаш. Все со вкусом сметаны и лук. Ну что, сейчас я вам покажу, ребята, они лежат на тарелочках. Так, вот, видите, 2 и 1 тарелочки, там и там лежат чипсы. Под куполом у нас дешевое, дорогое, пронумерованное. А вы пробуйте, нюхайте и угадывайте. Погнали. Подождите, вы сначала пробуйте, нюхайте. Пробуйте с тарелочки 1, потом с тарелочки 2, потом делайте выводы. А то вы прям схватили первую чипсину и уже все вы знаете. Такие прям это, дегустаторы великие. Чипсоеды. Надо маме задуматься, куда идут ваши карманные деньги. Так, хватит топтать. Говорите свое мнение. Это оригинал. Под номером 2. Дорогое, дешевое? Дорогое, дешевое. Под номером 2 дорогое, под номером 1 дешевое. Ярослав, ты как думаешь? Под номером 1 оригинал, под номером 2 дешевое. У нас дорогой дешевое. Оригинал дешевое. Так, значит, ты наоборот думаешь, да? Да. Один, это дорогое. Тебе они больше понравились? Да. Да, они тебе вкуснее? А два невкусные, да? Нет, да. Так, значит, Ярослав считает. Говори, Сон. Ну, как видите, вторых осталось меньше. Ну что, открываем купол? Та-дам! И что в итоге? Пульба. Пульба белорусская под номером 1. И Принглс под номером 2. Покажи, Соня, чтобы все видели. И прав в этом конкурсе оказался Георгий. А Ярослав точит ему все равно. Куда больше насыпали приправ, там и вкуснее. Да, Ярик? А это Принглс. Это Принглс, все правильно. Под номером 2 это Принглс. Ну что, кушайте, следующий тур. Ребята, третий раунд. Продукт у нас вода. Самый сложный. Вам кажется, что это легко? Ну попробуйте, угадайте. Купите дорогую и дешевую воду и попробуйте. У нас итальянская вода и обычные краны из-под фильтра. Тут пронумерованные варианты ответов. Дешевые и дорогое. Да? Ну что, водоканал у нас под этим, под колпаком. Нюхайте и пробуйте. Не сербая. Ты так сразу попробовал, Гоша? Я приподнял решение. Ты уже принял решение? Попробуй, может быть, остается что-то, какой-то привкус. Привкус радуги. Привкус радуги или привкус бабочки. Нет, это обычные. Два это обычные, да? Да, два это обычные. Тоже так думаешь? Можно мне тоже что-то попробовать? Но я на ответ говорить не буду, просто попробую. Ну давай, попробуй. Первая это? Первая это вот как дарьянская, а вторая это и следующая. Ну вы даете. Что, да? Реально отличаются? Я, собственно, различаю вкусы воды. И какая, по-твоему, может, по-твоему наоборот? Дешевая или дорогая? Нет, мне кажется, вот эта, по-первых, дорогая. Дорогая? Да, это дорогая. Она что, реально пахнет васильками или чем-то там? Она по вкусу другая. Она по вкусу, это более пресная. Вкусно-то дарит. Вторая более пресная. А это с привкусом чуть-чуть соли, значит, вот такой вот. Ну она обычная даже. Когда ей остатки чипсов развести водой, на дне пачки крошечек. Ну хорошо, давайте, мои дегустаторы, поднимаем колпак. Да-да-да-дам. И все угадали. Ну мы решили, что мы же не будем сюда кран туда помещать. А первая, это реально, ребята, вот эта итальянская, как называется? Аквапанна. Аквапанна? Аквапанна, да. Так что все справились с этим заданием. С 1564 года, ребята. Ничего себе. Оператор, можно было стакан сходить? Стояла, ждала блогеров, пока они возьмутся за дело. Откроют канал Майс. Так что, представляете, Гоша, не допивай, я хочу попробовать реально. В чем различие. Так, ну что, раунд заканчивается со счетом 2-2. Как что, ставили маме и попить итальянскую воду. Следующий раунд. Четвертый раунд. Ну, попили водички, можно и покушать сосисочек. У нас есть сосиски второго сорта, фу, самый низкий вообще, и сосиски высшего сорта. Это прям, прям вообще, ну вы поняли. Сейчас они будут пробовать, оставите мне немного, я тоже хочу попробовать, каково это. Каково это, есть сосиски второго сорта? Да. А есть еще бессортовые, но таких мы не нашли в магазине. Бессортовые? Второй, первый и высший сорт. Ага. Да, ребята, не бачили вы еще? Ну что, все, пронумерованные сосиски. Кушайте с того края, который без скотча и без номера. И определяем. Приятного аппетита. Скажите, не будешь. Подожди, Гоша, ты сначала прожуй и распробуй. А то ты хочешь сразу другую укусить. Ага. Ага. Сосисочки. Все, ты попробовал? Решил? Это низкая, это высшая. Да? Я не знаю, сейчас посмотрим. Один, походу, больше. Ребят, я пробую. Тогда немного. Я понял, там на языке остается какой-то соленый вкус. Это низший. Какой низший? Номер какой? Два. Номер два? Ой, горчи. Это дешевый, да? Ребят, горчи. Да, дешевый. А пышный один. Это дорогие. Дорогие. Дорогие, да. Кто будет такой вкусный продавать вообще за низкую цену? Да, то есть все. Соня, что ты скажешь? Один. Ну, это дорогие, вкусные. Вот эти, ребят. Вторые, вообще ужасные. Они горчат, они невкусные. Короче, это второй сорт, это высший сорт. Так что, ребята, надо хорошо учиться и получать высшее образование, чтобы зарабатывать деньги на сосиски высшего сорта, да. Открываем купол, смотрим, правильно ли вы угадали. Та-дам! Сосиски из мяса птицы, второй сорт. Да. Это вот номер два. С цифрой два. И один. Настоящий. Высший сорт. Все, ребята, вы молодцы, реально различили вкус. По одному баллу получаете. Три-три. Три-три. Молодцы. Ольга. А ты тоже молодец, хорошо точишь сосиски. Следующий раунд. А у нас, ребята, пятый раунд. Продукт. Сок. Сок. Рич. Дорогой. И сок. Садочек. Садочный. Сочный. Сочный, дешевый. Яблочный сок. Все, яблочное. Нюхаем, пробуем, угадываем, а я жду. Оставите меня чуть-чуть, я даже помажу. Дешевый, дорогой. Один. Дорогой, дешевый, два. Один. А ты, Коша, как? Да, дорогой, дешевый. Первый, дорогой, второй, дешевый. Может, какой-то слаще. Что вот вы чувствуете? Слаще. Я чувствую, второй слаще. Второй слаще. Да, второй слаще, да? То есть, вы считаете, что это дешевый, да? Это сладкий. Ну, потому что Рич. А чего? Сахара не пожалели. Нет. Только в том, что Рич это натуральные соки. Ну, и то есть, сахар не добавляют почти там. Ну, между прочим, в Рич на яблочном было написано конкретно сок. Потому что в Рич еще есть и нектары. Например, там апельсиновый сок. Ну, если там их отдельное. Нет. В больших банках Рич написано, есть сок, а есть нектар. Короче, ребят, первое Рич, второе доброе. То есть, первое дорогое, второе дешевое. Все так считают? Да. Первое дорогое, второе дешевое, да? Я сейчас знаю, что я могу дать. Ну, сейчас посмотрим, давайте. Мне даже самое интересно. Та-да-да-да. Ха-ха-ха. Ребят, ну как так? Как так? Без добавления сахара, а слаще, чем сочное. И сладких яблок, получается, вы все промахнулись. А я даже знаю, почему. Потому что вы решили, что под номером один все дорогое. А тут получилось наоборот. И счет остается? Три-три. Три-три. И последний, завершающий шестой раунд. О, я напишу. А у нас, ребята, шестой раунд, завершающий. И как судить по мне, то станет сложной, наверное. Потому что я шоколад не различаю. Что я еще хотела сказать? Значит, оба шоколада горькие, черные. В одном, по-моему, 68%. Какао в другом, не помню сколько. В общем... Кто любит горький шоколад, ставим лайк. Я люблю горький шоколад. Как? Он же горький. Ну, он самый настоящий. Решение есть. Белый польщик. Так. Есть отличия? Ну, давай, Георгий, говори, что ты там. Белорусский. Два белорусский. Два белорусский и один французский. Почему тебе? Какой тебе вкуснее наш белорусский? Белорусский. Белорусский вкуснее, да? Да. Ты его определил прям по вкусу. А французский что, невкусный? Ну, немного. Немного. Немного, но дорогой, да? Давайте так. Какой по вашему дешёвый, а какой дорогой? Дешёвый-дорогой. Дешёвый-дорогой. Два дешёвый, один дорогой. Что у нашего Ярослава, какое мнение сложилось? Один дешёвый, два дорогой. Наоборот. Точно так? Нет, он сказал два дешёвых, один дорогой. А я один дешёвый. Ну, так наоборот сказал. Ну, да. Ну, а сейчас... Ну, да. Попробую я, ребят, потому что... Запутались, и Соня решила под шумом поесть шоколад. Ну что, номер два пробуешь. Какие ощущения? Ненавидишь горький шоколад. Ненавидишь горький шоколад? Это горький. А в наше детство на базаре продавалась шоколадная плитка, которая липла к зубам. Горькая? Да, горькая. Как пластилин, никакая. Опа, так наоборот. Та-дам. Один дорогой, два дешевым. Точнее, один французский, два белорусский. Я угадал. Ты угадал, Евгения, да. И ты побеждаешь в этом челлендже. Со счетом 4-3. Принесите водички, пожалуйста. Да. Какой вам итальянская или из-под крана? Из-под крана. Правильно, итальянская закончилась. Маленькая там мутылочка была. А вы, ребята, были на канале Масики Твинс. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Много-много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропустить новое видео. И инстаграм. Ссылочка в описании. Всем пока-пока.